В Калининград везут величайшую святыню, пояс Пресвятой Богородицы. Эта христианская реликвия по преданию принадлежала Деве Марии. В её чудотейственной силе убедились тысячи человек во всём мире. Впервые в истории пояс привезли в Россию. Первыми прикоснуться к святыне смогли петербуржцы. В город на Неве пояс привезли из Греции. 20 октября самолёт с ценным грузом встречал Владимир Путин. Для православных верующих пояс Пресвятой Богородицы не менее значим, чем Плащаница Господня. За три дня, что святыня была в Санкт-Петербурге, поклониться ей пришли более 300 тысяч паломников. Многие приезжали из других городов. В очереди к реликвии стояли сутками, но увидеть её смогли не всем. Для успокоения верующим раздали более одного миллиона освященных на ней поисков. По молитвам к Богородице они помогают в бесплодии, рождении и воспитании здоровых детей. В эти минуты пояс Пресвятой Богородицы находится в Екатеринбурге. Калининградцы смогут его увидеть в ноябре с 16 по 19. Всего святыня обедят 12 городов России. Если проложить воображаемую линию по маршруту, то получится крест, которым осенит себя страна. Второй раз в первый класс. Калининградских мам и пап отправили в начальную школу учиться по новым стандартам. Они вступили в силу с 1 сентября этого года. Родители несколько часов складывали кубики, решали примеры у интерактивной доски и ставили себе звездочки. В том, что фраза «Вот я в твои годы» теперь неактуальна, убедилась наша съемочная группа. Кто пойдет к доске и нам покажет. В каждом кабинете доски теперь две. Обычная и интерактивная. Новые технологии используются даже для простейших операций. Показать, как сложить два числа и итоговую сумму можно и таким способом. Так, отлично. И еще. Замечательно. У кого другой способ? Спасибо. Если возвращаться в школьное прошлое, то с полным погружением. После ответов у доски – изучение раздаточного материала нового века. С этого года всем знакомый конструктор стал одним из главных помощников в обучении. По мнению психологов, большинству детей трудно привыкнуть к школе, где их ждет только ручка, тетрадка и учебник. Поэтому для решения примеров можно использовать и кубики. Здесь у нас семь синих. Здесь наоборот. Среди новинок технических это кажется и вовсе гениальной. Слишком уж просто. На каждой парте деревянные кружочки. Своебразные сигнализаторы для учителя. Если ученик поднимает зеленый кружок, значит он справился с заданием. Если красный – есть проблема. Если вам сложно, вы имеете право подойти и посоветоваться к другим ученикам, либо попросить помощи учителю. Главное отличие современных уроков – групповая работа. Дети учатся не только математике и русскому, но и взаимопомощи. Об успехе психологов, как никто, знают родители первоклашек. Когда мой ребенок приходит домой, он только просыпается, засыпает и говорит «Мама, а мы завтра в школу пойдем?» Я говорю «Пойдем». Просыпается, говорит «Мама, а мы сегодня в школу?» Я говорю «В школу!» «Ура!» кричит. Какое возвращение в школу беспеременным, но и в 10 минутки свои новинки. Если раньше дети выплескивали свою энергию, бегая по коридорам, теперь их отдых организует учитель. Возьмитесь, не сомнитесь, дамушки. Возьмитесь, дамушки организуйте большую. Второй раз в первый класс. Через 20 лет они вновь оказались за школьными партами. Оказалось, первоклассников сегодня учат и самоанализу. По новым стандартам в конце каждого урока ученики должны оценить свою работу, насколько усвоили новый материал и как справились с заданиями. Даже это родителями теперь проверено на себе. Это зрелище не для слабонервных. Минувшие выходные в Калининграде прошли бои без правил. Синяки на этих соревнованиях за травму не считали. Вывихи и сломанные носы. Бригада медиков у ринга трудилась не переставая. На что готовы идти калининградские мужчины, чтобы получить титул чемпиона области. Мы просим убрать от экранов из детей репортаж со смешанных боев. К 15 минутам на ринге Михаил готовился год. Соперник тяжелее на 50 килограммов. Бой был катастрофический. Человек не быстрый, не ударный. Невероятно тяжелый, невероятно физически сильный. Я весь бой под ним провалялся. Вытомил, вытомил, вытерпел, выиграл. Это самая значимая победа за 17 лет в спорте. Теперь среди тяжеловесов он лучший. Сегодня доказал необычное прозвище Менингит. Ему дали не зря. Менингит. После меня или умираешь, или дурачком остаешься. За всем происходящим на ринге внимательнее многих следят врачи. Без дела на таких соревнованиях бригаде долго стоять не приходится. Бороться так до последнего. За сложные приемы судьи начислят максимально высокие баллы. Задача каждого бойца за несколько минут на ринге использовать как можно большее количество приемов. Но, как оказалось, и в так называемых боях без правил, некоторое правило все же есть. Треть килограмм. Правила самые элементарные. Не делать там скручивания на позвоночник. Все болевые разрешены. Рычаги, узлы, удушающие гильотины через руку. Все известные болевые там скручивания, стопы. Все как бы входит в аспект применяемый на соревнованиях. Для Калининграда смешанное единоборство – новый вид спорта. Сегодня на ринг вышли только 38 участников. Всех разделили по весовым категориям. Первая до 60 килограммов, тяжеловесы – более 93. Ни один прием не остался незамеченным. Трибуны заливались аплодисментами. Даже дети, подобно тренерам, пытались дать свой совет борцам. Судьи же на такую поддержку внимания не обращали. Взгляд от ринга не отводили ни на минуту. Существует четыре основных критерия оценки. Это стремление закончить бой нокаутом, нанесенные повреждения, переводы в партер вниз броски и работа в партере. Партер – это борьба в положении стоя или лежа. Выстоять даже один раунд, а это всего пять минут – уже победа. Но лучшее получили кубки, медали и денежные призы. В Калининграде установили памятник Вуди Аллену и показали фильм о нем. Автор короткометражного фильма – наш землячка, режиссер Мария Васюкова. Этой картиной в Калининграде открыли седьмой фестиваль кино стран Европейского Союза. В течение двух недель зрители увидят больше 50 картин. На церемонии открытия кинофестиваля побывала и наша съемочная группа. Почему, собираясь в кино, мужчинам следует надевать бабочку? Узнаем далее. Здесь обязательно атрибуты светского мероприятия, как на любом кинофестивале. На Калининградске зрители идут за новыми темами для интеллектуальных бесед. Над такими фильмами стоит подумать, поразмыслить. То есть просто кино – это просто какое-то развлечение, это просто прийти и провести время. Екатерина и Борис на фестивале европейского кино – дебютанты. В первый раз на показе и ждут просто новых впечатлений. Ожидания других после просмотра программы не оправдались. Сначала был объявлен фильм о Ходорковском, и я думаю, он в нашей стране вызвал бы очень большой интерес. Но, к сожалению, в программе почему-то он потом исчез. Об этой пропаже журналисты спросили у организаторов на пресс-конференции. В программу фильм Ходорковский не попал, потому что оказался не шедевром. Картины обещали показать 1 декабря, а в ближайшие две недели зрители увидят самые обсуждаемые новинки европейской киноиндустрии. Открывала фестиваль картины финского режиссёра Гавр. Фильм совершенно новый, свежий. Только что в Каннах был и получил там отличное просто признание, в том числе приз кинокритиков. И короткометражный фильм нашей землячки Маши Васюковой – Вуди да Аллена. На его создание ушло полтора года. За это время режиссёр успела 20 раз облететь три континента. И хотя картина снималась в Америке, своими корнями она тоже уходит в Европу. Один из моих главных наставников – это легендарный французский продюсер Пьер Грюнштайн. Мой монтажёр тоже француз. Многие архивные кадры я нашла в Германии. Оказывается, в прошлом известный американский режиссёр, как и Калининград, был Кёнигсбергом. «А вы когда-нибудь были в России? Да, в Санкт-Петербурге. Как вам понравился Санкт-Петербург? Не понравился. Да, не понравился, совсем не понравился. Это было во времена Советского Союза. И ты знаешь, это было ужасно». И до знакомства с Машей Васюковой Вуди Аллен был уверен, что Калининград – это где-то в Европе. Зато после просмотра фильма многие из жителей, возможно, по-другому взглянут на историю своего города. «В 80-е, 90-е, всё было каким-то серым, черно-белым. В этом году у нас было много айсбергов на Балтийском море. И весь берег был покрыт льдинами. Да, да. И вообще, эта зима была очень холодная во всей Европе. Ага». «16 дней, 70 показов, более 50 фильмов. Это краткое содержание программы седьмого фестиваля стран Европейского Союза». «То, что будет представлено на этот фестиваль – это два художественных фильма, в том числе «Алыс», который был снят в 2006 году, и «Как нарисовать идеальный круг». Фильмы португальского режиссера Марко Мартынша заставят зрителя задуматься о семейных ценностях, а сам кинофестиваль – окунуться в атмосферу мировой и европейской культуры. Понятые уйдут в историю. В полиции предлагают заменить их работу видеокамерами. Президент Медведев идею одобрил и уже поручил руководству МВД подумать над тем, как скорее воплотить ее в жизнь. Однако, нашлись и противники такой инициативы. Многие полицейские считают, что отсутствие понятых спровоцирует рост злоупотреблений в их среде. Наша съемочная группа попыталась выяснить мнение всех сторон. Старший судебный пристав Дмитрий Дмитриченко про инициативу президента об отмене понятых еще не слышал, но согласен, что эту систему давно пора упразднить. Слишком много примеров из личной практики. Мы выловили должника, у него было при себе имущество, на которое мы решили наложить арест. В течение двух часов ни один гражданин, это было в поселке Прибрежном, ни один гражданин не согласился быть понятыми. Имущество в итоге пришлось вернуть и извиниться перед задержанным. В российском уголовном производстве Институт понятых существует уже более четырех столетий. Изначально он создавался, цитируем, чтобы помешать злоупотреблением должностных лиц. Однако, многие граждане содействовать этому благому делу не хотят. Причины разные. Ну, потому что когда-то приходилось в этом участвовать понятых, и мне это не очень понравилось. Знаете, какой-то осадок такой неприятный, кто его знает, может вообще человек не виноват, а приходится участвовать в этом. Времени, наверное, нет, так же, как у меня сейчас. Потом вот эти суды, туда-сюда, вот эта беготня по кабинетам. В принципе, только из-за этого. Во что сейчас превратилась система понятых свидетелей, примеры в стране масса. Над одними можно посмеяться. Скажите, пожалуйста, как вы попали сюда, видели ли вы то, что будет, и знаете ли вы, что записано в протоколе? Меня вот позвали, зачитают протокол, расписаться или не расписаться, а все. А вы? Так само. Другие, видимо, и заставили высшие чины задуматься. А помощь можете оказаться? Какое? Свидетельство? Нет, не свидетельство никогда не против кого. Если бы судебный пристав при наложении ареста, при совершении каких-либо действий использовал бы видеокамеру, и это потом принималось бы в суде при оспаривании действия судебного пристава, я думаю, это был бы нормальный вариант для замены института понятых. Института понятых сегодня нет ни в одной развитой стране мира. Допускать кого-либо постороннего на место происшествия запрещено. Могут исчезнуть важные следы. И обыски и арест производят сами полицейские. По какому пути пойдет Россия, пока неизвестно. Но уже сейчас эксперты опасаются, что это приведет к полицейскому беспределу. Сами граждане уверены, систему можно оставить. Просто к людям нужен правильный подход. А если вы понятым платили? Тогда пошел. Деньги всем нужны. Он родился абсолютно здоровым, а после неправильного лечения потерял слух. В сентябре трехлетнего Валеру Тюркина прооперировали в Санкт-Петербурге. Чтобы малыш смог научиться говорить, нужна дорогостоящая реабилитация. А это 100 тысяч рублей. Первый городской канал продолжает социальную акцию «Подари мне надежду». Давай циферки посмотрим с тобой. Давай. Собирать пазлы и смотреть мультфильмы. Самый любимый у Валеры «Ну погоди». В сентябре мальчику исполнилось три года. Знакомые из-за того, что малыш такой крупный, дают ему все пять. Никакой врожденной патологии, которую мы проводили обследование, у него нет. Все развито у него на его возраст, все дифференцировано. Ухо развито, как у нормального человека, услышащего. Но мы склоняемся к тому, что антибиотики, ну как бы неправильное лечение. Когда Валерия не было еще и года, он заболел бронхитом. Долго лечился сначала в больнице, потом дома. Уже после родители заметили, что малыш не боится больше шума пылесоса и звукохлопающей двери. А когда ребенок перестал откликаться на свое имя, его срочно показали сурдологу. Она посмотрела, говорит, да, скорее всего, что и причем уже крайняя степень. Вот у него четвертая степень тугоухости на оба уха. Вот, и вот нас направили в Санкт-Петербург. 4 октября Валеру прооперировали. Установка имплантанта на правое ухо обошлась почти в миллион рублей. Квоту выделило государство. Но оплачивать дальнейшее лечение семье придется самостоятельно. 17 ноября малыша уже ждут в Санкт-Петербурге, чтобы установить речевой процессор. После этой процедуры он будет слышать и сможет учиться говорить. Но на это нужно 100 тысяч рублей. Таких денег у семьи Тюлькиных нет. Слуха нет, он не восстанавливается. Но речь можно развить довольно-таки на приличном уровне. И они учатся и в обычных школах, и в садиках. Первый городской канал обращается ко всем калининградцам и жителям области с просьбой откликнуться на беду маленького Валеры. Если вы сможете помочь даже небольшой суммой денег, звоните в нашу редакцию. По телефону 919404. Телефоны семьи Тюлькиных вы сейчас видите на своих экранах. 7 миллиардов. Уже в следующий понедельник количество жителей на планете достигнет этой цифры. Родится малыш в Калининграде. В ожидании чуда сейчас находятся не только родители, но и организации объединенных наций. Именно она определила, что именно благодаря калининградцу человечество пережигнет 7-миллиардную отметку. Сколько мам претендует на звание мамы 7-миллиардного жителя Земли? И можно ли заранее подгадать дату родов? Узнаем в следующем сюжете. Со дня на день ожидаем мальчика. Рождение этого ребенка было запланировано. Перед тем, как забеременеет, Татьяна прошла обследование и сдала все анализы. Но о точной дате родов не задумывалась. Как и о том, что ее ребенок может стать рекордным в мировой истории. Нам самое главное, чтобы здоровый ребенок был, чтобы все успешно прошло. Во вторник по Калининграду прогодилась новость. В городе должен родиться 7-миллиардный житель планеты. Специалисты ООН даже вычислили конкретную дату и время. Определить свои шансы можно через интернет. Возьмем сначала месяц, потом число. Подгадать дату рождения малыша можно с точностью до недели. Вторые и последующие роды начинаются раньше, а мальчики рождаются позднее девочек. Но специалисты уточняют, 8 марта или под Новый год калининградки рожать не хотят. Малыш лишается одного праздника, предпочтения другие. Это день рождения мужа, потому что ей хочется сделать подарок ему. День рождения каких-то близких родственников. Но женщина не любит рожать дни рождения детей уже имеющих. Каждый день в этом центре рожают около 20 человек. В понедельник одна из роженец станет мамой 7-миллиардного жителя планеты. Теоретически на это звание претендуют 10-15 молодых мам. Узнать заранее, кто именно, это будет невозможно. Историческое событие должно произойти в полночь с 30 на 31 октября. Первая родившая в эту ночь женщина получит сертификат ООН. Рожден в день 7 миллиардов. В правительстве области еще думают, что подарить маме мирового значения. Сертификат от Организации Объединенных Наций не дает ни льгот, ни иных преимуществ. То, что 7-миллиардный житель планеты появится в Калининграде, условно. Каждую минуту в мире рождается более 250 младенцев. Но такое событие стало поводом задуматься о проблемах и возможностях мира, в котором живет 7 миллиардов человек. В понедельник за круглым столом их обсудят представители ООН, российские ученые и представители власти. Касается каждого. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные. Эти сведения могут быть доступны всем. На этой неделе в интернет вновь попала личная информация о сотнях пользователей одного из крупнейших сотовых операторов. Новости о бутичках персональных данных стали появляться с ужасающей регулярностью. Каким образом во всемирной паутине оказываются сведения о миллионах россиян и как себя обезопасить, узнавала наша съемочная группа. Эти данные мы указываем при покупке сим-карты, оформлении кредитов и даже на приеме у врача. Все они относятся к персональным и должны быть засекречены. Но найти сведения, к примеру, о своем соседе или коллеге в интернете довольно просто. Так, узнать, кому принадлежит тот или иной номер телефона, предлагают десятки сайтов. Без паспорта подключиться, к сожалению, нельзя. В сети регулярно оказываются сведения об абонентах мобильных операторов. Несколько месяцев назад в общий доступ попали смс-сообщения, затем почти сразу появились данные пользователей интернет-магазинов. Но самым крупным и обсуждаемым событием была утечка сведений с военной базы Пентагон. Как можно чувствовать себя в безопасности, когда создателя сайта, который занимается добычей секретной информации, встречают аплодисментами? Вся персональная информация делится на четыре уровня секретности. Ими относятся к четвертому, а сведения о состоянии здоровья к первому, самому высшему. Так, в кабинете врача чужие медицинские карты на столе лежать не должны. Об этом зачастую забывают. Как забывают об осторожности и пользователи социальных сетей? Но если они указывают всю информацию о себе абсолютно добровольно, то любая компания, работающая с личными данными, должна гарантировать их защиту. Информация надежнейшим образом защищена именно современными технологическими продуктами, а также каналами передачи этой информации, то есть надежными каналами. Как отмечают специалисты, самая слабая оборона у государственных учреждений. Поликлиники, жеки и социальные службы хранят в себе сведения о каждом жителе города. Но на качественную защиту от взлома не хватает средств. В коммерческих структурах обстановка лучше, но ненамного. Абсолютной защиты, конечно, не бывает. Любой компьютер можно сломать. Применять или иные методы, в любой компьютер можно пробиться. Но основная опасность исходит не из внешнего мира. Поставить хорошее программное обеспечение дорого, но возможно. А вот найти специалистов, которые не станут причиной утечки информации, достаточно проблематично. Зачастую именно люди выдают все секреты. Кто-то намеренно с целью наживы, а кто-то случайно. В первом случае виновников ждет уголовная ответственность. В остальных – долгое служебное разбирательство. Мы не переставали следить за судьбой Калининградского зоопарка. В среду городские власти должны были определить, кто займет должность директора учреждения. Имена 17 кандидатов до этого дня держали в тайне. В секрете оставались и разработанные ими программы развития зоопарка. Все выяснить удалось в нашей съемочной группе. «Он и переворачивается в воде!» Этому Сивычу по кличке Ким уже 21 год. Он за раз съедает по 5 килограммов рыбы. Путасу предпочитает селедку. На протекающую крышу и мутную воду в бассейне не жалуются. Внешнее неудобство только верхушка. Айсберга ветеринарная служба в зоопарке неукомплектована. Всего два специалиста. Постоянно наблюдать за животными, за маленькую зарплату соглашается не каждый. Отсюда кадровая текучка. Те же, кто остаются, проводят профилактику в зоопарке своими силами. Помогают зоологи. Помогают зоологи, потому что в любом случае существует план эпизотических мероприятий, которым его просто необходимо проводить. Впрочем, об этих проблемах в зоопарке предпочитают не говорить. Гораздо больший ажиотаж вызывает обсуждение будущего директора. Кто встанет у руля зоопарка, станет известно через пару часов. Имена и программы кандидатов до последнего дня оставались в тайне. Конкурс – 17 человек на место. Но в зоопарке от нового предводителя ожидают совсем не подвигов. По словам куратора, директор также должен быть знатоком зоологии и ветеринарии. У главы города на этот счет другое мнение. Ветеринарного образования в списке требований к кандидатам не было. Нам, ветеринаров, заслуженных не надо. Еще раз говорю, директором зоопарка. Мы этих специалистов всегда привлечем. Их достаточно у нас и в области, и в России. Нам нужен менеджер. Особое мнение конкурсная комиссия обращала на концепцию развития зоопарка. А предложения конкурсантов поражали разнообразием. Отменить кастрацию, поместить животных одного класса в соседние клетки, развести тропических бабочек. Будущие директоры собственную фантазию не ограничивали. Также высокотоконное предприятие центрального парка может выделять средства на научные деятельности зоопарка. Больше всего обсуждений вызвала идея присоединить к зоопарку центральный парк. Но перспектива соседства клеток с аттракционами обрадовала не всех чиновников. У нас ни одного зоопарка в стране нет, объединенного с парком. Мнение «за» и «против» в правительстве выслуживали до глубокого вечера. Среди кандидатов были претенденты из Санкт-Петербурга, Липецкой области и Калининграда. Лишь около семи сообщили. Решение принято. Из 17 кандидатов 13 оказались негодны. А из четырех лучшего выбрать так и не смогли. Второй этап отбора назначили на 9 ноября. В Калининграде три городских кладбища, но действует из них только одно. Каждый день там прощаются с 10-15 калининградцами. Больше половины участка, выделенного под захоронение, занятым. Оставшегося места хватит на пять лет. Появится ли в городе еще одно кладбище и когда построят крематорий, узнавала наша съемочная группа. Ну считайте, могила 5 тысяч, катафал где-то 3 тысячи. А еще гроб, крественки и ленточки, чтобы проводить близкого в последний путь, нужно не меньше 20 тысяч рублей. Участок земли калининградцам выдается бесплатно, но за работу могильщиков нужно заплатить. Дополнительная услуга – уход за могилой. Все оплачивает заказчик. Два городских кладбища сегодня закрыты. Хоронить там нельзя. Места кончились больше 10 лет назад. На единственном действующем сегодня кладбище 20 тысяч мест. Больше половины уже заняты. Если учесть, что каждый день здесь прощаются с 10-15 калининградцами, мест хватит всего на 5-7 лет. А о новом кладбище, как и об альтернативе захоронениям кремации, власти, кажется, и не задумываются. Потому что там тоже свои нормы, свои требования. То есть это дорогое просто. Ну, будем говорить, для города это будет большие деньги стоить. Сам ритуал кремации не дороже захоронения – примерно 7 тысяч рублей. Но ближайшее место, где могут произвести кремацию – Минск. Гроб еще нужно перевести через границу, а для прощания понадобятся и остальные атрибуты. Кстати, урну с праком могут отдать родственникам или захоронить. Но поклонников кремации, как оказалось, в Калининграде немного. Ну, я думаю, что, конечно, лучше похоронить, потому что все-таки это человек. Не знаю, это женщина, то есть совсем забыть. Кремация, кажется. Память так и так, она все равно. У людей определенные ритуалы, там в православии, то есть, ну, знает, сознание у людей, что, наверное, вот ритуал прощания. А что кремация? Кремация ящичек этот, куда его можно деть? Дома не поставить, постоянно будет напоминать тебе об этом. Православная церковь кремацию не приветствует. В мире обстановка другая. Так, в Чехии кремируют около 95% умерших, а в Японии 99%. Причина не только в традициях, но и в экологической обстановке. Но и в экологической обстановке. Погода в Калининграде часто становится причиной подтоплений могил. И все продукты разложения уходят в грунтовые воды. Именно в этом многие видят основную проблему традиций захоронения. По непроверенным данным, кремация в России в скором времени может стать единственным способом прощания с близкими. Занятия спортом вполне можно сочетать с уроками английского языка. Калининградец разработал универсальную программу детской физкультуры. Бывший спортсмен Дмитрий Семиколенов готовит к высоким достижениям самых маленьких, что гласит правило номер два и почему российская методика воспитания строже, чем западные. Наша съемочная группа побывала на уроке современной физкультуры. Акула ловит, дельфины спасаются. Таких азартных упражнений в метод копилки Дмитрия Семиколенова не одна сотня. Тренер придумывает их на ходу, чтобы детям не скучно было заниматься. Лягушка на ногах. Лягушка на руках. Лягушка на ногах. Раз, два. Раз, два. Он вырос в спортзале. Родители Дмитрия – профессиональные гимнасты. Сыну влекся большим теннисом и борьбой. А когда пришло время выбирать профессию, победила любовь к порту и к детям. На его уроках физкультуры дети учат языки, бегают, прыгают, занимаются фитнесом и учатся вести мяч. В танец или гимнастику отдать пятилетнего Артема родители еще не решили. Его папа – мастер спорта по вольной борьбе. Тот решил, что тренировать собственного сына – это не педагогично. В настоящее время в спортивной секции берут детей с 7 лет. А что им делать до этого? Если в гимнастике, мы знаем, что чем раньше ребенок, ну там после 4 идет, тем у него результат больше. Здесь есть возможность именно детям, маленьким, на самом деле возрастом, подростковым, именно приобщиться к этому виду спорта. Жить! Жить! По своей универсальной методике Дмитрий обучает детей уже больше 10 лет. Строго добрый, скажем так. Надо и так, и так. Но российский менталитет должен быть немножко строже, чем западный, естественно. У нас немножко другая психология. Практически все его воспитанники потом идут заниматься в профессиональные секции и спортзалы. И до сих пор вспоминают, наверное, первое правило своего тренера. Будь бодрым и знакомым. Правило четвертое – служится тренера. А тот, как большая черепаха, может прокатить детей хоть на карусели, хоть на самолетике. В качестве бонусом и для спортивных целей. За ноги на смелость, поехали с 15-го. Мария Пустникова, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова